Следующий вопрос. Каково постановление совершать поясной поклон, не доходя до ряда? Пришлось за саверным снадом от некоторых сподвижников, то что они совершали поясной поклон еще до того, как дошли до ряда. А потом шли уже к самому ряду. И делали они так, если имам находился в поясном поклоне, когда они заходили в мечеть. От кого это пришло за саверным снадом? Пришло от Абдулла ибн Масруда, Узейда ибн Сабита, от Абдулла ибн Зубейра. И пришло также от Абдулла ибн Масруда. Но сообщение этого и снат этого сообщения прерванный. И также подобное действие пришло за саверным снадом от целой группы саверинов. Из них Урува ибн Зубейр, Муджахид ибн Джабр, Абусалама, Саид ибн Джубейр, Атай ибн Абирабах. Вот я из-за масла хадиса Абдулла ибн Зубейр. И в этом вопросе есть довод хадиса Абдулла ибн Зубейра. И в книге Аль-Аусар, в книге Аль-Аусар, за саверным снадом Ан-Науккаль. То, что он сказал. Если один из вас зашел в мечеть, а люди находятся в поясном поклоне, то пусть совершит поясной поклон, когда зайдет в мечеть. А потом пусть передвигается в состояние поясного поклона, пока не дойдет до ряда. Потому что это является сунной. Это слова от подвижника, где он говорит, что это является сунной. Это что ли? Так или нет? Говорят, что это подобно тому, как будто это пришло от пророка. И это сообщение от Абдулла ибн Зубейра. Назвал достоверным шейх Албами в книге Синсилал Сахиха под номером 229. Но целая группа ученых сказала, что это нужно делать только тогда, если человек находится близко от ряда. То есть, если ты зашел в мечеть, и ряды уже недалеко от хода. А если ты зашел в мечеть и до ряда, допустим, до ближайшего еще 100 метров, например, или 50 метров, то есть мечети разные бывают. То есть, если ты совершишь поясной поклон и в таком виде пойдешь, то ты можешь идти так, люди два раката совершат после этого. Так или нет? И целый ракат могут успеть совершить. Поэтому некоторые ученые сказали, что это нужно делать только если ты близко к ряду. А что это за ученые так сказали? Сказал это Аль-Хасим, ибн Абдрахман. Так Аль-Хасим, Аль-Бастри, Аз-Бухри, Аш-Шафи, Мейсиб, Нусаб, Ала-Узая, Имама Ахмад в одном из вероятах от него. И это передается от Имама Малика. И другое мнение в этом вопросе, которое придерживалась группа ученых, о том, что вообще это делать запрещено. То есть не нужно совершать поясной поклон до ряда. И это мнение придерживался Ибрагим Аль-Нахаи, и оно перебьется от Хасана Аль-Баффри. И это мнение имама Ахмада в одном из револютов от него. И это внешне то, что выбрал имам Аль-Бухари. И это сообщение передается от самого пророка, но более достоверно, что это слова Абу-Гуриры, а не слова пророка. И те, которые это запретили, то есть запретили совершать поясной поклон до ряда, использовали в довод хадис Абу-Бакры. За добавить тебе, Аллах, стремление, но больше так не делай. Они сказали, больше так не делай, то есть не делай поясной поклон до ряда. Это ясно. А некоторые ученые сказали, если ты зашел в мечеть один, то не совершай поясной поклон, пока не дойдешь до ряда. А если вместе с тобой кто-то есть и своих друзей, вы зашли двое или трое, то совершить нужно поясной поклон, не доходя до ряда. И это мнение из Хака Абу-Бакры ибн Абишейба, имама Ахмада в одном нагревается от него, и передал это мнение ибн Абдульбард от Абу-Ханифы. Почему они так сказали, брат? Сказали, потому что намаз одного человека с зарядом является недействительным. Как это у нас придется в следующем вопросе. Вопрос. Говорит, если ты будешь один и совершишь поясной поклон, то этим сам ты не успеешь зайти до ряда, возможно. А имам уже станет поясной поклон. Соответственно, получится так, что ты этот ракаат прочитал один за рядом, и он тебе не засчитывается. А если вас двое или трое, то вы вместе совершаете поясной поклон и идете вместе одним рядом. Так, и уже что? Относительно вас не говорится, что ты прочитал намаз или один ракаат до ряда. То есть вы уже и есть отдельный ряд. Понятно или нет? Дальше говорит. Во-первых, правильным мнением в этом вопросе является, что разрешено делать поясной поклон до ряда. Потому что относительно этого есть сообщения от подвижников, от таби'инов, а также от самого пророка, салаллахом. Так, где Абдулла ибн Зубейр сказал, что это является сунной. Но, шейх Махан Кизам говорит, нужно это делать, если ты недалеко от ряда, от последнего ряда. Не хадис Абдулла ибн Зубейр. Довод на это хадис Абдулла ибн Зубейр. А если человек далеко от ряда, то этого делать не нужно. Потому что для того, чтобы добраться до ряда, он должен сделать много движений, которые противоречат намазу. То есть, видишь, он уже в намазе же, правильно или нет? Если ты просто зашел в мечеть и идешь к ряду, то ты еще не в намазе. Но если ты уже совершил поясной поклон, то ты уже в намазе. И ты двигаешься, может быть, 50 метров идешь. А человек не должен ходить в намазе 50 метров, так или нет? Говорит, А что касается действий сподвижников, то необходимо их понимать так, что они были близко от рядов. Более того, об этом явно заявлено в ассаре от Зайда ибн Сабита. А что касается хадиса Абдулла, То есть, Слова пророка, Больше так не делать. То есть, Не бегите к намазу, не торопитесь к намазу. И такое понимание подтверждается другим хадисом, где сказано, Когда дали То не идите на намаз бегом, То есть, Торопять. Ну, идите, что Но идите Спокойствие. И что Идите спокойно, Не торопять. Аль-Хадис, Валлаху Алим. И один Аллах Лучше знает. Это понятно или нет? Значит, Правильное мнение, Что разрешено делать поясной поклон, Не доходя до ряда, Не доходя до ряда, Если ряды от тебя Находятся не на далеком расстоянии. Продолжение следует...